Добрый день, уважаемые жители Республики Сахай-Якутия. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Республике остаётся напряжённой и контролируемой. На 6 ноября 2020 года на территории Республики зарегистрировано 203 новых случаев коронавирусной инфекции, исходя из новой методики с учётом вирусоносителей Роспотребнадзора Российской Федерации. При этом необходимо обратить внимание, что в столице Республики зарегистрировано 117 новых случаев. Остальные случаи приходятся на районы нашей Республики. На позиции, которая сегодня санитарно-эпидемиологическая существует, доля заражений, доля инфицированных в районах и в столице города начинает делиться в размере 50 на 50. Поэтому непосредственно сегодня основные упоры в том числе делаются на усиление работ в наших районах, улусах Республики. Необходимо обратить внимание, что новых 11 случаев достаточно в спокойном районе зарегистрировано, в Кобяйском районе. И, соответственно, там сегодня проводится ряд мероприятий, направленных на то, чтобы предотвратить возможное распространение в большем объеме коронавирусной инфекции уже исходя из локальных ситуаций. Достаточно сложная остается обстановка в Нюрбинском районе, исходя из той групповой заболеваемости, которая возникла в доме-интернате престарелых. Вчера вместе с главой района и главным врачом больницы были осмотрены в селе Антоновка новые помещения для размещения больных. Проведена встреча с работниками, которые сегодня заходят. И на настоящий момент в Нюрбинском районе начнется в том числе госпитализация вновь в открытые койки. На сегодня необходимо обратить внимание, что основной задачей глав муниципальных образований на территории наших районов является контроль за соблюдением мер, которые определены указами главы республики Саха-Якутия. Помимо масочного режима, одним из основных пунктов является работа на удаленке более 50% работников учреждений, которые как под ведомственным муниципалитетом, так и находятся на территории района. Анализ поездок в западную группу УЛУСов показал на ситуацию, при которой, если муниципальные учреждения образования и вообще под ведомственные муниципальные учреждения находятся под контролем у муниципалов, государственным учреждениям, значит, республиканского подчинения, а также частные предприятия в какой-то мере остаются без внимания. Я обращаю внимание на следующий момент. В соответствии с федеральным законом о чрезвычайной ситуации в Российской Федерации республика Саха-Якутия находится в режиме повышенной готовности. Те нормативно-правовые акты, которые принимает глава республики, они касаются всех и являются обязательными для исполнения на всей территории Российской Федерации, в том числе и каждого муниципального образования и каждого учреждения. С учетом того, что у нас начали вновь регистрироваться в том числе и в районах, значит, непосредственно групповые заболевания в ряде организаций, то сегодня глава муниципальных образований поставлена задача отрабатывать по каждому очагу в любой организации, какой бы ведомственной подчиненности она ни была. За сутки лабораториями республики у нас проведено 5362 исследования на коронавирус. Дальше продолжается работа по уменьшению количества суток по ожиданию анализов. Определенные есть и успехи, когда быстрее мы осуществляем эту процедуру, но есть также и определенного рода и объективные, и субъективные обстоятельства, при которых не всегда удается достичь трех-пятидневного ожидания по анализам. Все случаи рассматриваются индивидуально и затем корректируется ситуация. А сегодня решением оперативного штаба под руководством Айсиан Сергеевича Николаева дана установка всем лабораториям республики работать в выходные дни, в том числе и лабораториям, которые не находятся в ведении республиканских властей Северо-Восточного федерального университета. Необходимо обратить внимание на то, что я говорила, что у нас сегодня больных, и министр здравоохранения на это обращает внимание. Основными больными у нас являются больные возраста старше 65 лет с осложненными заболеваниями. К сожалению, имеем мы сегодня и летальные случаи. За последние сутки зарегистрировано три летальных случаях. Появились летальные случаи и в районах республики. Поэтому четкая маршрутизация решения вопросов по тяжелым больным сегодня находится на, безусловно, дальнейшем контроле. Поэтому еще раз обращаюсь ко всем гражданам. Берегите своих близких, берегите своих старших людей и беспокойтесь об их здоровье.